Ну что ж, начнем, пожалуй, с главной темы. Из-за урагана, который обрушился на Подмосковье в прошедшие выходные, в области частично обесточены 48 населенных пунктов. В основном это произошло в северных и северо-западных муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Люберецком округе ураганный ветер сильного урона не нанес. Однако некоторые последствия все-таки оставил. Социальные сети просто пестрят хрониками прошедшего ураганного ветра и ливня. Вот, например, некоторые кадры с видеорегистратора, где видно, что еле у Люберецкого дворца культуры просто не выдерживают порывов ветра. Или вот, в одном из аккаунтов в Инстаграм пользователь пишет. В городке А дом 12 во время урагана дерево упало на жилой дом. Через 15 минут после завершения дождя прибыли службы и распилили дерево. Также очевидцы произошедшего нашлись и в офлайне. Был сильный ветер, я на улицу не выходил, потому что боялся за свою безопасность. И все могло произойти. Здесь, мне кажется, район такой. Ни деревьев старых нет, ни конструкций таких нет. Поэтому как-то вроде бы все слава богу. И в прошлый Буран все тут обошлось в этом районе. Однако в других микрорайонах последствия урагана остались. Например, автомобили также пострадали от ветра. Во многих дворах деревья падали прямо на них. В устранении последствий урагана на территории округа было задействовано более 150 человек и 15 единиц спецтехники. Во время урагана во дворах, в парках, на улицах округа было сломано и повалено 122 дерева. Из них 59 деревьев на придомовых, 36 на частных, 20 деревьев в парках и скверах. 5 деревьев на территориях общеобразовательных учреждений и 2 в учреждениях здравоохранения. Помимо деревьев пострадало более 150 метров ограждений, а также произошло около 30 обрывов сетей уличного освещения. Аварийным бригадам пришлось устанавливать электроснабжение в четырех частных жилых домах. Они работали в круглосуточном режиме. Как сообщают синоптики, повторение подобных погодных условий в ближайшее время не ожидается. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.